Кто из ваших студентов продолжил работу по профессии? Я не все фотографии принесла, фотографии не всех выпусков, но то, что принесла. Предположим, в прошлом году было 10 лет этому выпуску. Гуля работает в школе, Вика долгое время была директором школы. Надежда не в школе работает, но она работает в магазине «Умный ребенок». Знаете, есть по проспекту такой магазин. И знаете, она оказывает настолько квалифицированную помощь покупателям. Я долгое время не знала, что она там работает, но потом, когда оказалась, она настолько квалифицированно подобрала игрушки для моих внуков. То есть, что развивает данная игрушка, да, там именно развивающая, не зря называется, да? И вот она замечательно так. Вика долго работала директором школы. Сейчас, по-моему, она в декретном отпуске. Вот, Юля в детском саду работает, Оля в школе работает, Таня в школе работает, Саша в школе работает, Иритка в детском саду работает, Аня Костылева, они с Дашей вместе, так, где у меня Даша, вот они с Дашей вместе, они уезжали в Подмосковье, оттуда приходила заявка, просили четверых выпускников, вот когда они заканчивали, у меня 10 лет назад, да, просили выпускников в детский дом на работу. И вот они уезжали, Даша и Аня, но Даша вернулась, потому что здесь у нее молодой человек, и она сейчас, по-моему, в детском саду, вот я не очень, как бы, осведомлена. Вот, а Аня так и осталась, она там так и работает. Вот, так что вот большая часть группы, Гузель, по-моему, еще работает в школе тоже, Альбина работает в детском саду. Вот, в Стане как-то мы потеряли связь, и вот девчонки плохо знают, где она, почему-то вот мы как-то потерялись. Вот, вот, и в принципе, вот это не для одной группы характерно, вот большая часть девочек из моих групп, да, большая часть выпускников, они работают либо в школе, либо в детском саду, вот какой бы выпуск ни взяли. А у меня нынче уже шестой выпуск. Так что, вот, я говорю, как я, как я сама работала, работаю уже сколько лет, да, так вот у меня выпускники, но вот нынешняя моя группа, вот они уже сфотографировались, выпускная группа, да, они тоже собираются, кстати, большая часть, либо работать в школе, либо поступать в университетах кто-то, и работать, и поступать. Так что, отвечу я вам. — Какие творческие планы у будущего? — Ой, не на камеру, уже пора написать, наверное, да, вот буквально, если вы посмотрите, у меня там на столе лежит план работы, вот сейчас, например, мы создаем такие очень большие материалы, контрольные оценочные средства. Вот, это по каждой дисциплине, очень большой материал, конечно, вот, это раз. Два, вот, мне очень хочется восстановить, у меня всегда был уголок для студентов, но он был вот здесь, в прихожечке, коридорчике. А вот, потом, когда поменяли обои, там нельзя стало делать, и вот я хочу здесь, вот, в конце кабинета теперь сделать, чтобы и для вас, например, там материал какой-то познавательный был, вот, методические какие-то рекомендации, и для школьников методический материал. То есть, вот вы, например, вы уже в этом году будете выбирать темы курсовых работ, да? А как писать курсовую работу? Вот я туда помещаю. Как писать реферат? Туда тоже помещаю. Как провести урок? Там тоже. Ну, а теперь, раз дошкольное, теперь еще и как провести занятие? Тоже туда же пойдет. То есть, вот такого характера методические рекомендации мне хотелось бы сделать. Хотелось бы поменять вот эти планшеты. Как бы в задумке-то... Вот вы видели у нас фотовыставка в коридоре? Вот, я хотела бы вот что-то типа этого же, но чтобы было немножечко полегче, как бы вот, чтобы ощущение было более легкое такое. Все-таки это природные картинки, природные фотографии, да? Чтобы вот было ощущение легкости. Поэтому я не помню где, по-моему, в Педуниверситете в Челябинске я видела там фотографии, также вот они в рамках, но они на подвесочках висят. Вот, и вот ощущение легкости, в самом деле, знаете, какой-то вот объем даже, хотя обычные фотографии, то есть там никакого объема нет, вот имеют место быть. Вот так что, вот такое. Что бы вы хотели бы у вас сделать? Знаете, чтобы каждый студент, вот, да, он студент, и вот студенту надо пока наслаждаться, конечно, тем, что вот молод человек, да, что можно заняться там личной жизнью, какими-то интересными делами, но чтобы, знаете, вы видели вот, что в будущем, вот вы в данном случае воспитатели, да, и чтобы, вот предположим, то, что мы вам даем, чтобы вы не просто мимо себя так пропускали, а чтобы все брали в свою копилочку. Вот я все время своим говорю, ни на кого не обращайте внимания, а вот она не учится, и я, значит, током не буду учиться, да. Вот то, что вы сейчас нарабатываете, это ваше преданное. И вот с этим преданным вы пойдете по жизни. А вы тем более, даже если вы не будете работать в садике, дети-то свои будут, поэтому все знания вам пригодятся. Поэтому вот слушайте то, что мы вам даем, то, что мы вам говорим, вот берите этот материал, чтобы потом можно было его использовать в своей практике и уже вот в работе. Ну, а так, конечно, хотелось бы, чтобы у всех у вас были хорошие семьи, и вторые половины вас понимали. Потому что вот сейчас четвертый курс у меня, вы знаете, они уже многие замужем у меня, вот, и они, кто-то говорит, ой, вот я пришла вчера, там, значит, покушать сготовила, и мы сели с мужем, и там какую-то поделку сделали. У них же декоративное прикладное искусство, как дополнительное, да, идет. Вот, они много очень всяких поделок делают. Видели, выставка поделок была вот совсем недавно. Вот, и у них много на дом, конечно, идет работы. И вот кому-то помогает, предположим, молодой человек. Ну, а я всегда говорю, так, пусть знают, кого взяли в жены, пусть помогают сразу, пусть знают, что вам придется потом дома точно так же готовиться к занятиям. к работе с детьми. Вот, поэтому, вот, хороших вам понимающих вторых половинок, чтобы у вас тыл был очень хороший. Вот, ну, вот, наверное, вот это основное. Ну, молодой темпе желать вашим, чтобы все ваши планы исполнились. Спасибо большое. Здоровья, долгих для жизни. Спасибо большое. Приятно буду с вами разговаривать. Ну, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...